С 1 марта началась регистрация участников на третий этап репетиционного тестирования. Пройти его можно по 15 учебным предметам, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Два предыдущих тура будущие выпускники школ сдавали с 1 октября по декабрь и с 1 января по февраль. Последней возможностью для белорусских абитуриентов проверить свои знания перед ЦТ стал третий этап репетиционного тестирования. Первый, второй и третий этап они практически одинаковы. Естественно, на первом этапе и на втором этапе также отрабатывается тот материал, который может быть вынесен на централизованное тестирование. Естественно, на третий этап приходят те, кто на первый и второй этап не ходили. Где-то, может быть, репетиторы советовали, что в школе вы вроде бы это не изучили. Давайте уже на третьем этапе себя испытаете и так далее. Но по результатам третьего этапа уже поздновато что-то корректировать. То есть те ребята, которые заинтересованы в качественном прохождении централизованного тестирования, они, естественно, ходят и на первый, и на второй, и на третий этап. Они видят свой прогресс и, естественно, ту оценку, которую они уже получают при решении того или иного теста. Традиционно площадками для пробного тестирования стали вузы, но также его можно пройти в режиме онлайн. Для этого необходимо создать учетную запись на сайте Республиканского института о контроле знаний и оформить заявку. Но, как отметил Владимир Мороз, лучше всего все же сдавать вживую, чтобы было приближено к ЦТ. То тестирование, которое проходит в реальных условиях, то есть ребята видят, как это все происходит, держат в руках бланк ответов, это наиболее, наверное, все-таки полезнее, нежели выполнять задания на компьютере, сидя дома, естественно, не чувствуя психологическую подготовку. Всем абитуриентам надо хотя бы раз ходить на репетиционное тестирование. Чтобы лично столкнуться с монстром под названием бланк, который нужно аккуратно и правильно заполнить. Это такая же головная боль, как и решение заданий. На репетиционном тестировании обязательно, соответственно, есть аудитория-организатор, который зачитывает правила, как заполнять бланк ответов. Естественно, ребята, которые приходят на репетиционное тестирование вправе и, в общем-то, обязательно должны спрашивать, если вдруг что-то непонятно по заполнению, потому что, ну, для образца, например, единичка просто пишется вертикальной палочкой, без вот этого носика. Есть нюансы при заполнении бланков ответов, поскольку ребята производят оплату за репетиционное тестирование 8 рублей 20 копеек. И вот эта вот область регистрации должна заполняться еще в бланке ответов. При верификации уже в Минске идет сопоставление оплаты и, соответственно, вот этого регистрационного номера. Попадая на пробный тест, абитуриенты ощущают себя уже почти как на поле боя. Но волноваться не стоит. Это только репетиция, которая дает шанс испытать свои знания. Мы стараемся сделать так, чтобы вот этих вот нарушений не было. Естественно, где-то, если что-то происходит такое, предупреждаем. Естественно, опять же, мы можем их выгнать, ребят, то есть те, которые нарушают эти условия, то есть в данном случае они теряют финансовую сторону, то есть по деньгам минусе. На ЦТ мы им объясняем, что на РТ ты потеряешь деньги, на ЦТ уже возможность поступить. Анастасия Милишкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.